Привет-привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит наше видео. Так в этом виде мы узнаем, что такое система ИСП. Электроник стабилит и программ, система электронной стабилизации. Какова ее роль системы в безопасности автомобиля? Кто ее изобрел и запатентовал, на каком машине была впервые установлена эта система? Так что продолжаем смотреть и не отключаемся. Система ИСП помогает предотвращать потерю контроля автомобиля в сложных условиях, регулируя тормоза на отдельных колесах и корректируя траекторию движения. Система электронной стабилизации ИСП была представлена компанией. Баш и впервые использовалась в автомобилях в середине 1990-х годов. Конкретно, в 1995 году компания Mercedes-Benz начала внедрение ИСП в некоторые свои модели. Это был первый шаг к массовому использованию этой технологии в автомобильной индустрии. Патент на ИСП был зарегистрирован компанией Баш, немецким поставщиком технологических решений, который разработал и представил эту систему в 1995 году. Баш является ведущим производителем автомобильных компонентов и систем, и патент на ИСП был одним из ключевых элементов их инновационной деятельности в области безопасности на дорогах. Таким образом, право на патент на ИСП принадлежат компании Баш. И другие автопроизводители, желающие использовать эту технологию, обычно заключают с Баш соответствующие лицензионные соглашения, и на это они платят огромные деньги, но затраты в хорошо окупаются. ИСП стало стандартным оборудованием в многих автомобилях различных марок благодаря широкому распространению этой технологии. Система ИСП быстро стала стандартным оборудованием во многих автомобилях. Особенно в премиальных и более дорогих моделях. В последующих годах она стала обязательной частью безопасностных стандартов. И сегодня она широко распространена в большинстве автомобилей. ИСП значительно улучшает устойчивость и безопасность вождения. Предотвращая потерю управления в сложных условиях движения. Основная цель ИСП – поддерживать устойчивость автомобиля в различных ситуациях, таких как занос, скольжение или потеря сцепления с дорогой. Система работает совместно с антиблокировочной системой тормозов, АБС, и системой контроля тяги, TCS. Принцип работы ИСП включает в себя мониторинг динамических параметров. Автомобиля, таких как угол поворота, скорость вращения каждого колеса, ускорение и угол наклона, когда система обнаруживает, что автомобиль начинает терять устойчивость. Например, из-за заноса, она активирует тормоза на отдельных колесах. ИСЛЭШ или регулирует распределение крутящего момента, чтобы восстановить управление и предотвратить потенциальный занос или опрокидывание. ИСП особенно эффективна в ситуациях, связанных с изменением дорожных, условий, например, наледи или мокрого покрытия. Эта технология значительно повышает безопасность вождения. Особенно в экстренных ситуациях или при активном вождении. ИСП особенно эффективна в ситуациях, связанных с изменением дорожных, условий, например, наледи или мокрого покрытия. Эта технология значительно повышает безопасность вождения Особенно в экстренных ситуациях или при активном вождении Автомобиль в ближайшее время станет намного безопаснее У него, как и у современных самолетов, появятся различные дублирующие друг друга системы Это, в первую очередь, необходимо для того, чтобы внезапный выход из строя одной из систем не привел к аварии Специалисты BASH уже разработали технологию резервной тормозной системы Электромеханический усилитель тормозов iBooster и SP позволяют остановить автомобиль независимо друг от друга Ну и в конце видео спасибо всем, кто досмотрел до конца Просьба подписаться на канал, жмем на колокольчик и вставьте палец вверх